Ремонт кровли Нагофурова 47 сделали этим летом. Крыша после него течет практически так же. Но не это больше всего заботит жильцов дома и тех, чей путь лежит мимо. Причина беспокойства – огромная сосулька, свисающая с крыши прямо до земли. Не нужно быть гением, чтобы понять, дом сильно пропускает тепло, из-за чего на крыше даже в морозную, но солнечную погоду сильно тает снег. Крыша устроена так, что основная налить образуется в районе четвертого подъезда. Сосульки с пятого этажа и до первого. Эти сосульки падают и падают прямо на тротуар, который проходит здесь. Именно здесь ходят дети из детского садика. По дороге идти нельзя. Там ездят машины. Кто должен сбить эти сосульки? Гук Ленинского района, который принадлежал этот дом, обанкротилась. Ситуация на самом деле страшная. Даже если во время падения мега-сосульки людей не окажется рядом, то от осколков точно пострадают машины и окна самого дома. Жильцы уверяют, что так продолжается не один год. И капитальный ремонт кровли на ситуацию не повлиял. Ужасно. Мы просто от них устали уже. Вот и каждый год вот такая вещь. Вот каждый год вот это вот. Взбиваем. Здесь вот сбиваются вот с площадки, там сколько можно палками сбивают. Здесь вот сбиваются. А там вот больные люди лежат. Они не лежачие. Им некому сбивать-то. И поэтому они нарастают. О причинах появления гигантской сосульки мало кто задумывается. Как и о том, как живут за ледяной стеной люди. Оказывается, лед есть не только снаружи балкона. Все начинается с крыши. Вот. Потому что как вот весна, вода подходит и начинает таять. И все на крышу и дальше на другие балконы. Вот. Я ей говорю, ты короба какие-то сделал. Раньше короба делали. Воду, отвод воды какой-то надо делать. Она ничего не делает. Машет руками и все. Претензии Юрия к старшей по дому. Ему трудно выходить. Он недавно перенес инсульт. Не мог контролировать рабочих, ремонтировавших крышу. В квартире Юрия видно, что крыша протекает. Он говорит о водоотводящих желобах, которые помогли бы отвезти воду в более безопасное место. Туда, где не ходят люди. Еще сосульки можно сбивать. Это должна делать управляющая компания. Но ее сотрудники к требованиям людей глухи. Они приезжали. Это, по-моему, управляющая компания приезжала. Здесь же иногда трактор приезжает. И сюда машине, как она называется, валерин-то, подъехать не может. То есть ситуация бывает такая, что вроде готовы, а не могут подъехать. И вот так. А управляющая компания у вас какая? Я даже не знаю. Управляющие домом достаточно неплохо скрываются. Старшую по дому нам найти не удалось. Она куда-то уехала на несколько дней. Телефоны, указанные на стенде в подъезде, не отвечают. В ее отсутствие жильцы мало что могут рассказать о ремонте кровли и об управляющей компании. Сотрудники других компаний уговаривают жильцов перейти в их управление, обещая исправить ситуацию. Но жителям сложно довериться людям, ведь их не раз уже обманывали. Тем не менее, проблема остается. Мегасосульку нужно уничтожить, пока она не стала убийцей. За общим имуществом следит управляющая организация по поручению собственников. Собственники финансируют это мероприятие своими платежами. Все. Это стандарт. Повторяю еще раз, ничего нового. В этой ситуации нужно было просто позвонить управляющую организацию, сообщить о том, что есть такая проблема, чтобы управляющая компания приняла меры по очистке кровли. Пока мы с вами разговариваем, я до вашей визиты звонил представитель управляющей организации, они как раз находились около этого дома, ждали вышку. Несмотря на все ЖКХ-реформы, основные методы взаимодействия с библейских времен не поменялись. Стучите и откроется вам. Ищите и обрящите. Посты в соцсетях, в том числе и на нашем портале помогли министерству увидеть проблемы и включиться в работу. На их стук. Коммунальщики отозвались быстрее. Сосульки сбивают и обрабатывают реагентами. Скоро их не будет. Но будет ли сделан ремонт в квартирах и устранен сам корень проблемы, пропускающее тепло после капремонта крыша? Вопрос открыт. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.